Всем привет, мои милые девочки! Меня зовут Татьяна, вы снова находитесь на моем канале. Я очень рада всем вам! Обязательно подписывайтесь, оставайтесь со мной. Значит, по поводу чего мы сегодня встретились? По поводу пустых баночек, которых вот накопилось на минуточку. Ни много, ни мало, а целая корзина. Значит, я хочу дать вам свой отзыв по поводу всех этих средств, которые здесь у меня лежат. Что-то положительное, что-то вообще, вообще крайняя ерунда, которая абсолютно бесполезная оказалась. И плюс ко всему будут средства, которые я просто выбрасываю, либо потому что они мне не понравились, либо по какой-то другой причине. Ну, давайте смотреть. Все вам расскажу. Поехали! Первое, что я покупала очень часто и мне нравилось, я рекомендовала вам очень часто в своих влогах это средство. Это вот такой вот гель для стирки от Персил. В данном случае это весенняя свежесть. Девочки, очень классный гель. Мне он нравился и нравится. Периодически покупаю его, но иногда покупаю Тайт. То и другое средство меня устраивает полностью. Чаще стала использовать гель для стирки, чем порошки, потому что для меня этот формат гораздо более удобен. Плюс еще здесь очень приятная душка и можно не использовать кондиционер. Так что, да, вот это средство смело рекомендую. Удобный дозатор. По этому поводу этот гель самый удобный для меня, потому что здесь есть вот как раз этот дозатор, благодаря которому средство дозируется очень правильно и не разливается повсюду, вокруг машинки, как обычно у меня это бывает. Дальше. Из темы про стирку еще вот такая штучка. Это у нас кондиционер для белья от Ленор. Масло ши. Аромат вдохновленной природы. Вот это средство я обожаю. Еще мне нравится Вернель Супрем. Кажется, в желтой такой версии. Тоже классный аромат. Ну, вот этот, прямо это один из моих любимчиков. От него, знаете, такое белье мягкое и очень-очень приятно пахнет. И ткани держат на себе вот этот аромат. Поэтому, да, девочки, вот это средство я вам могу советовать. Оно продается очень много где, как в фикс-прайсе, так и в других сетевых магазинах. Так что, да, если нравится вам, когда вещи пахнут приятно, то вы можете обратить свое внимание на это средство. Я его покупала, покупаю и думаю, что покупать буду. Поехали дальше. Так, закончился гель для посуды от Синергетик. Мой любименький. Это был вариант Сочный Гранат. Еще я люблю... Господи, а какой же там еще был аромат-то? Я не помню. Сочный Гранат и... Я забыла. Ну, какой-то еще. Кстати, видела недавно в Магнит Косметик большую такую бадью с дозатором, помпой. И там был аромат апельсина. И, наверное, в следующий раз, когда я буду в этом магазине, то я обязательно куплю, потому что мне понравилось. И цена там получалась, по-моему, даже выгоднее, чем в фикс-прайсе за счет большого объема. Так что, да, можете попробовать это средство. Оно достаточно хорошо пенится, хорошо промывает вашу посуду. И все-таки есть надежда, что смывается полностью. Поэтому, да, девчонки, могу советовать. Это средство я прям люблю. Следующее. Закончилось вот такое мыло для рук. Это из фикс-прайс цветов от фирмы Эфко Косметик. С ароматом сирени. Оно такое фиолетово-сиреневое. Знаете, классное мыло. Мне очень нравится. Оно очень приятно пахнет. Прям вот на самом деле, как свежая такая, знаете, весенняя сирень. Кожу рук не сушит, а даже увлажняет в какой-то степени. Ну, в общем-то, отличное средство, бюджетное. С помпой, с дозатором все хорошо. Ничего не ломалось. Все очень прекрасно работало. Так что, да, девчонки, одобряю, советую. Можете покупать. Что-то тут у меня протекло. Следующая вот еще мне попадается тоже закончившаяся упаковка от геля для стирки Персил. Это была ограниченная серия. Летняя коллекция. Аромат, который мне понравился больше всего. Он, конечно, был очень классный. Вообще суперские девчонки. Ну, все. Вот видите, закончился. Я тоже выбрасываю. Далее. Закончилась вот такая пенка для умывания от Гималая. Это у нас была очищающая пенка для умывания с нимом, для нормальной и жирной кожи. Вот так выглядела упаковочка. Здесь был зеленый гель. Так, что я вам хочу сказать. Значит, здесь написано, что не содержит мыло. Эффективное очищение для проблемной кожи для ежедневного ухода. Смотрите, написано. Применение легкими массажными движениями. Обильно нанести пенку на влажную кожу, избегая области вокруг глаз. Смойте водой. Для меня вот эта история была не очень удобная, потому что я не люблю такие средства для умывания, с которыми нужно избегать области вокруг глаз. Но это очень неудобно. Сначала ты должен умыть все лицо отдельно. Потом чем-то другим смыть макияж с глаз. Потому что, ну как бы, мицеллярную воду нужно смывать. Поэтому, что у меня должно быть средство для умывания два, для одного лица. Что-то мыть глаза, что-то мыть всю остальную кожу. Ну как-то вообще не вариант. Я его кое-как допользовала в душе. Нет, больше покупать не буду. Кожу, она даже мне стягивала, с учетом того, что она у меня жирная. Но мне стягивала. И помпа под конец сломалась. И еле-еле выдавала продукт. Так что, нет, девочки, я не буду покупать больше. Это точно. Следующее, что закончилось, это вот такое масло гидрофильное для умывания от корейского производителя. Но, если я не ошибаюсь, фирма называется The Face Shop. Здесь написано The Face Shop. Наверное, это логотип бренда. Так, вот видите, тут даже немножко осталось. И то я не допользовала. Сейчас объясню почему. Потому что крайне неудобно. Знаете чем? Оно очень жидкое. И когда ты наливаешь это масло, ну вот выдавливаешь, к примеру, себе на руку для того, чтобы умыть, оно все повсюду течет. Оно очень жидкое. Просто нереально, да? Отлично растворяет косметику. Даже стойкие продукты очень вообще замечательно растворяют. Но неудобно в применении лично для меня. Поэтому даже немного не допользовала. Буду выкидывать. И как бы больше покупать не буду точно. Советовать вам или нет, девчонки, не знаю. Если вас не парит в момент того, что оно очень жидкое, то в принципе можете обратить свое внимание. Потому что очень хорошо растворяет стойкий макияж. Это да. Но мне неудобно. Если честно, масло для умывания от черного жемчика, если я сейчас не ошибаюсь, которое я вам показывала в своих покупках из магнит косметика, оно мне нравится прям сильно больше. Потому что оно немного более гелевую консистенцию имеет. И оно чуть-чуть более густое, чем вот это масло. И как бы ведет себя получше. Мне удобнее им пользоваться. А вообще я подумываю над тем, чтобы заказать на том же самом iHerb масло гидрофильное для снятия макияжа, но в жесткой форме. Там есть такое, которое согревается благодаря теплу ваших рук. И вот его удобно разносить по лицу. Потому что вот эта история, она очень жидкая. И обляпаете все вокруг себя этим маслом. Серьезно. Так что двоякие ощущения. Моя любимая мицеллярная водичка от Garnier. Покупаю ее стабильно, постоянно. Благодаря ей я смываю макияж с глаз. Самая замечательная водичка мицеллярная для этих целей. Советую, да, конечно, советую. Она просто великолепна. Я ее люблю. Она глаза мне не щипет. Но если, конечно, не залить литр себе в глаза, то тогда все в порядке. Ничего щипать не будет. И недавно я еще приобрела, по-моему, от Nivea двуфазное средство для снятия макияжа с глаз. То ли не Nivea, не помню. Он синенькое такое. Синее масло и прозрачная водичка. Вот оно мне жутко щипало глаза, когда попало в них. Это просто кошмар. Я на глаза больше не наношу, только на кожу лица. А вот эта не щипет. Но лично мне она не щипет. Так что, да, девочки, советовать могу. Стоит бюджетно, бывает по акциям. Так что спокойно покупайте. Вам понравится, если еще не пробовали. Так, вот такая масочка у меня была от фирмы Garnier. В комплекте с мицелляркой, которую я купила взамен предыдущей. Так, это у нас было увлажнение и свежесть. Инновация. Тканевая маска супер увлажняющая, очищающая. Удаляет жажду кожи, освежает, сужает поры. Так, экстракт зеленого чая, гиалуроновая кислота, плюс увлажняющая сыворотка. 15 минут, нормальная комбинированная кожа. Одна маска равно одной неделе использования ухода с увлажняющей сывороткой. Ну, не знаю, такие опыты я не ставила, статистику подобную не вела, поэтому ничего сказать не могу, равно ли это неделю использования сыворотки. Но, как сама по себе увлажняющая масочка, в принципе, мне понравилась. Да, она кожу достаточно хорошо увлажнила. Я делала ее перед сном. Ну, утром после пробуждения моя кожа не имела жирного блеска, она была довольна своей жизнью, поэтому, как бы, да, можно использовать. И другой вопрос, стоят ли они своих денег? Если мне не изменяет память, одна масочка стоит около 150 рублей. На одно применение? Ну, не знаю. Тут, как бы, смотрите сами, потому что одного применения маски недостаточно для того, чтобы понять, имеет ли она какой-то результат на вашей коже или нет. Вот у меня завалялась вот такая черная масочка, Black Mask, черная глина, активированный уголь, витамин В1, тиамин, витамин В2, рибофлавин. Покупала ее в каком-то, даже не помню, в каком магазине. Стоимость здесь указана 150 рублей. Так, здесь у нас получается, что 50 грамм. Я ее выбрасываю из-за того, что прошел срок годности, а я ее так и не использовала. Если вы помните, одно время был бум просто на эти черные маски, пленки в инстаграм, все пестрило бесконечной рекламой про черные маски. Естественно, я тоже повелась и купила. Но тут я купила не для того, чтобы ее опробовать, а просто для того, чтобы купить. Знаете, такое бывает. И в итоге вот она у меня пролежала, я ее выкидываю. Я ничего не могу про нее сказать, потому что я ее даже не попробовала. Дальше будет жуткое разочарование, девчонки. Белорусская косметика на сей раз меня не порадовала, а огорчила. И огорчила очень сильно, потому что я все-таки какие-то надежды возлагала. И в первый раз мне попалось такое средство, от которого я просто в ужасе. Это вот такая история. Что это? Это гидрофильное гель-масло для глубокого очищения кожи. Белитовитекс. Секреты Азии. Идеальная кожа. Комплекс активных компонентов. Удаляет макияж любой сложности. Эффективно очищает и сужает поры. Разглаживает микрорельеф и повышает упругость кожи. Да с ума сойти. Вот это средство не рабочее ни разу. Я пробовала его несколько раз. Пыталась давать ему какие-то шансы. Стояло оно у меня в душе. Что я делала? Как здесь написано? Смотрите. Применение. Небольшое количество гель-масла. Нанесите на сухую кожу лица. Помассируйте в течение 1-2 минут. Смойте теплой водой. По азиатской системе ухода после использования гидрофильного гель-масла рекомендуется завершить ритуал ощущения применением гель-пенки для умывания. Боюсь, что было бы, если бы я использовала еще и гель-пенку для умывания от этой серии. Значит, смотрите. Что происходит? Наносите вы на свою кожу. Получается такая жирная пленочка. И даже не жирная. Она вот, знаете, не похожа на масло. Она похожа на какой-то... Я даже не знаю, с чем сравнить. Солидол. Вот мне кажется, солидол это что-то вот такое. Вы на лицо наносите. И потом даже под струей теплой воды эта история не смывается. То есть вот вы возюкаете всю эту жижу по своему лицу. И она никуда не девается. Как-то странно, с рук она смывается под водой, а с лица она вообще не смывается, пока вы не смоете ее каким-то мыльным составом для умывания. То есть вот эта история, мало того, что она никак ее невозможно смыть. Это жутко дискомфортно. Вот что-то склизкое вы возюкаете по своему лицу и избавиться от этого не можете. Так еще она не растворяет ни хрена макияж. То есть вот не просто панда выходит из душа, а прям такая панда-панда. Панда с мешками под глазами. Вот такая история. Поэтому здесь еще очень много. И я буду выкидывать. Мне не понравилось ни разу. И потом вот здесь вот продукт постоянно как-то застывает. Там образуется какая-то пробка. Вот я нажимаю, девчонки. Видите, вот я сейчас на нее нажимаю, и ничего не происходит. Оно не выдавливается. Вот видите, там такая как пробочка образовалась. И это каждый раз. То есть, ну я не знаю, здесь что-то не так явно с формулой. Поэтому нет. Вот это средство не покупайте. Даже если увидите бесполезную абсолютно вещь. Как бы еще и не забило поры вот этим своим солидолом. По-другому я это назвать не могу. Вообще такая ерунда. Следующая вещь, которая тоже ерунда. Зубная паста. Так, а что это за фирма у нас была, девочки? Биомед. Кажется, я покупала ее в пятерочке. Биомед суперва. Это для всей семьи. Бележное отбеливание и укрепление чувствительной эмали. 30 секунд. Быстрое очищение. 15 активных натуральных компонентов. 12 часов чистые зубы. Вообще. Не содержит СЛС, парабены, фтор, синтетические ароматизаторы и красители. На 99% натуральная зубная паста. Все замечательно, все прекрасно, если бы не одно но. Она вообще не чистит зубы. Вот вообще, от слова вообще, ни разу. Если вы утром просыпаетесь и чувствуете на своих зубах небольшой налет, то есть такую шершавость зубов, вот эта ерунда вообще не убирает это ощущение. Я попользовалась ей несколько раз. Опять же говорю, давала разные шансы. Как видите, тут немного отсутствует продукт в тюбике, потому что я давала шанс этой пасте хоть как-то очистить мои зубы. Но нет, девчонки, это такая хрень. Это просто ересь. Поэтому не ведитесь, если такое увидите, биомед, ни в коем случае не покупайте. Просто ерунда. Давайте пройдемся еще по масочкам, потому что они у меня здесь остались. Так, вот такая масочка у меня была от Шерри. Так, Black Magic Invisible Life Lift. Invisible Lift. Ну, как-то так. Для тусклой, усталой, потерявшей тонус кожи. Подтягивающая маска для лица двойного действия. На тканевой основе с бамбуковым углем. Ну, насчет того, что она подтягивает, я не знаю. Этот эффект, он может быть и есть, но он не заметен. Насчет того, что увлажняет, да. Мне вся серия вот этих масочек от Шерри очень нравится. Они классно, они действительно увлажняют кожу, да. Это да. Следующая масочка также от Шерри. Здесь написано, что это питательная тканевая маска для лица двойного действия. На тканевой основе Total Nutrition для всех типов кожи. Черная орхидея, 5 экстрактов. Точно так же действует, как обычная увлажняющая тканевая масочка. И не плохо, не хорошо. Просто хорошо увлажняет. Отлично. Мне нравится, это я вам могу порекомендовать. Далее. Вот такая масочка тоже покупалась на фикс-прайсе. Здесь у нас что? Морская водоросль, казема. Я так понимаю, это название фирмы, только вот здесь не ясно. Корея, USA, Франция, Россия, China и Japan. Что это означает? Это странно, где она продается или что? Тоже как увлажняющая масочка. В принципе, сработала нормально, но не более того. Обычные увлажнялки, девчонки. А вот эти вот штучки я вам еще не показывала. Обещала, что сделаем вместе и не сделала. Но еще сделаем, они у меня есть. Это у нас была пузырьковая маска «Вулканический пепел». Вы знаете, мне так интересно было ее попробовать. И, кстати, эффект ее тоже был такой достаточно прикольный. Когда наносите на лицо вот такие пузырьковые маски, здесь указано, что происходит микромассаж. Я когда прочитала, думаю, ну да, конечно, микромассаж. Сейчас вы мне тут расскажете. А вообще, по факту, на самом деле, да. Когда вот эти пузырьки активно образуют пену на вашем лице, вы прям чувствуете, как эти пузыречки перекатываются по коже лица. Это, с одной стороны, не очень приятное ощущение, когда как будто что-то шевелится на лице. А с другой стороны, действительно происходит какой-то микромассаж. Поэтому да. Я думаю, что я буду еще пользоваться такими масочками. В принципе, это достаточно интересно. Конечно, какого-то необычного или особенного очищения я не заметила от нее. Потому что, ну опять же, такие эффекты, они, как правило, незаметны на коже. Мы же видим всегда только то, что раз и что-то резко поменялось. Мы это заметили. А малейшие изменения, они всегда не видны. Но, в принципе, мне понравилось. Так что, да, девчонки, хотя бы ради того, чтобы попробовать из любопытства, я вам ее могу посоветовать. Вот такие сыворотки, большая полосочка, сошетки, 4 штуки. Это тоже от Шери. Это у нас была с содержанием золота, 24 карата золота. Это лифтинг сыворотка, лифтинговое увлажнение. Вот она мне больше всех нравится из этой серии. Там есть бежевая, такая голубая и вот такая черная. Все они по 77 рублей. Но вот эта черненькая мне понравилась сильно больше. Потому что она очень хорошо увлажняет мою кожу и кожа меньше жирнится с ней. Поэтому, да, вот эту я больше рекомендую вам. Если у вас тип кожи, схожий с моей. Вещь была куплена мной в аптеке. Фирма называется Акулий Жир. Коллагеновая маска, акулья сила и хвощ полевой. Для жирной пористой кожи лица с неровным рельефом. Значит, здесь заявлено следующее. Активные компоненты маски борются с недостатками жирной пористой кожи, нормализуют деятельность сальных желез, устраняют жирный блеск, ликвидируют последствия липосекреции, постактный комедон, расширенные и кратерообразные поры. Акулий жир оказывает противовоспалительное регенерирующее действие. Коллаген насыщает клетки кислородом, устраняет отечность, повышает тонус, упругость и эластичность кожи, разглаживает морщины. Кожа становится гладкой, бархатистой, излучая молодость и красоту. В общем, разве что носки не стирает вот эта штучка, а так все остальное делает. Как говорит один из любимых мной блогеров. В общем, что, девчонки, выбрасываю, попробовала единожды. И первый раз у меня была такая реакция на какое-то косметическое средство. Я не знаю, здесь... А, ну все, здесь указан спирт. Вот, на втором месте поливиниловый спирт. Поэтому, когда эта вещь наносилась на кожу, через минуту буквально у меня жутко начинали слезиться глаза. Вот прям, знаете, как будто я стою над луком свеженарезанным, да, и слезы в три ручья текут. Я ничего не могла понять, почему это происходит. Сейчас смотрю в составе спирт. Ну, в общем, ясно. Поэтому нет, вот это советовать не могу, потому что, не дай бог, еще вызовет какую-то аллергию на глазах. Ну, это, конечно, нет. Следующее средство от Натуры Сибирики. Нижний... Нижний... У вас есть нижний пилинг для лица? У меня есть. Нежный пилинг для лица, девочки. Так, для сухой и нормальной кожи. 99% натуральный. Сертифицированная органическая косметика. Оралия, маньчжурская, таволга, ахокислоты, витамин F. Не содержит СЛС, парабенов и синтетических отдушек. И не содержит крысителей. В общем, это... Что это было? Скраб? Ну, пилинг. Модное слово, по факту, скраб. Вот обычный скраб с косточкой. Вот такой. Похож на в себе любимую чистую линию с абрикосовой косточкой. Вот таким образом выглядит. Ну, как-то, как-то все. Ну, я попользовалась им несколько раз. И все. И мне перестало это быть интересно. Вот, и как-то надоело, и все. Хотя частички достаточно мелкие. Они пилингуют, действительно, кожу. Не царапали, а пилинговали ее. Ну, в общем-то, уже, наверное, закончился срок годности. Поэтому пора выбрасывать. А так, в принципе, если интересно, более или менее натуральная косметика, можете обратить на нее свое внимание. Испортилось средство и закончился срок годности. Очищающий скраб с нимом от фирмы Gimalaya Herbels. Отшелушивает роговейшие клетки. Очищаю для нормальной и жирной кожи. Ну, вы знаете, сейчас я покажу вам, как он выглядит. Он выглядит вот так вот. Такая светло-зелененькая консистенция. Достаточно плотная. И скрабирующие частички разноцветные в нем присутствуют. Но, видимо, то ли очень большое количество активных компонентов, то ли что, но даже мою достаточно плотную и жирную кожу это средство сушит и пощипывает. Поэтому нет. Вот поэтому я его использовала не очень часто. И оно осталось у меня, наверное, даже больше половины. И срок годности истек. Поэтому я это средство выбрасываю. Буду ли покупать еще? Нет. Скорее всего, не буду. Такие вот ампулки. Это никотиновая кислота для волос. Специальная форма для нанесения на корни. 5 ампул по 10 мл. Останавливает волосяные луковицы, укрепляет корни, стимулирует рост волос. Так, девочки, что я вам могу сказать? Сложно, в принципе, определить, от чего именно. Но, как вы можете видеть, я вот такой одуван. Вы видите, очень много на моей голове отросших волосков, которые торчат по всему периметру. Вот так вот. Я хожу, в принципе, как одуванчик. То ли это от этой никотиновой кислоты, то ли от всего в комплексе. Но вообще, никотиновая кислота, она очень благоприятно воздействует на корни волос. Пробуждает спящие луковицы, укрепляет уже существующие. Поэтому, если у вас есть проблемы выпадения волос по какой-либо причине, то можете обратить на них свое внимание. Но, опять же, нужно знать причины, действительно. Потому что, если эти причины кроются внутри вашего организма, то никакие ампулы, капсулы и маски вам не помогут. Помогут лишь немножечко, скажем так, и не в полной мере. Поэтому, прежде чем такими средствами пользоваться, вы должны понять причину выпадения ваших волос. Попадается мне еще одно средство от белорусского производителя, которое я буду вам хвалить, которое мне нравится. Смотрите, это вот такая история. От Белита Витекс, Professional Line, крем-сатин для кожи рук и ногтей на пшенице, витаминный. Вот этот кремушек мне очень нравился. Я им пользовалась. Я его использовала как для рук, так и для кожи на ногах после депиляции. Очень приятное средство. Они есть у них там разные, с разными маслами. Несколько, по-моему, вариаций вот такого крема. Очень удобный дозатор. Тут, наверное, уже ничего не осталось. А, ну вот, нет, осталось. Очень плотный крем. Но он быстро впитывается. И в этом его преимущество. Быстро впитывается, оставляет совсем такую незаметную пленочку. И очень приятненько пахнет. Вполне возможно, что я повторю его еще снова. Потому что цена у него достаточно бюджетная. А по качеству, в принципе, устраивает. И состав у него, ну, такой средний крем, который мне понравился сильно больше предыдущего. Но он и дороже, так, раза в четыре. Поэтому тут нужно думать, устраивает вас цена или не устраивает. Это вот такой крем от CERA-V. Увлажняющий крем для сухой и очень сухой кожи. Без отдушек. Насыщенная формула, обогащенная тремя необходимыми церамидами и гиалуроновой кислотой. Интенсивно увлажняет и способствует восстановлению естественного защитного барьера кожи для лица и тела. Нанесите необходимое количество крема на кожу и распределить массирующими движениями. Избегать области вокруг глаз. Девчонки, ну, тот состав, я вам скажу, такой, достаточно химический, но крем работающий. Ну, вот он очень увлажняет кожу. Очень и очень-очень быстро впитывается. Кто не любит париться с этими всякими пленками масляными на коже, то вот вам прям сюда. Это классный крем. Вероятнее всего, я его повторю. Мне он понравился. Советовать могу. Покупала у нас в аптеке Фитофарм. Кстати, в Фитофарме цена, ну, рублей на 200, так точно, то и больше дешевле, чем если заказывать на iHerb. Так что, девчонки, обратите свое внимание в магазинах. Почему в магазинах? В аптеке Фитофарм. Вот такое масло для волос от фирмы Фитокосметик. Покупала я его в фикс прайсе. Уже говорила вам, что оно мне нравится. И вот очередная баночка закончилась. В данном случае это было перцовое масло, стимулирующее рост волос с эффектом мезотерапии, можжевельником и комплексом витаминов. Ну, я не знаю, как насчет стимуляции роста волос, потому что все-таки такие вещи, как масла, маски и бальзамы я на корни не наношу. Наношу только вот на кончики от середины длины, поэтому по поводу роста сложно что-то сказать. Но как бальзам устраивает вполне, поэтому, вероятнее всего, я буду покупать их еще и вам, конечно, могу рекомендовать. Следующее средство, это моя любовь, нежная и, я думаю, надолго. Это вот такой скраб. Также от фирмы Фитокосметик. Виноградно-сахарный. Я даже открою сейчас баночку, чтобы понаслаждаться его ароматом. Боже. Это что-то. Вот вы можете видеть, как он выглядит. Вот такой малиновый, сахарный. Боже, девочки. Так и хочется лизнуть крышечку. Так он приятно пахнет, девчонки. Это не передать словами. Невероятно приятный запах какой-то мороженки. Вот серьезно. Все, я поняла. Фруктовый лед. Если вы знаете такое мороженое, виноградное, да, фруктовый лед. Вот это как раз такой аромат. Так что, девчонки, работает отлично. Ароматерапия вообще потрясающая. Ваше настроение поднимается в 15 раз как минимум. Отлично отшелушивает кожу. Скрабирует превосходно. Масла, которые содержатся в составе, делают вашу кожу напитанной. Гениальное абсолютно средство за бюджетную стоимость. Увидите в фикс прайсе. Берите. И берите не одну баночку, а несколько. Потому что это средство тоже является бестселлером фикс прайса. И его разбирают моментально. И последние два средства, которые не имеют отношения к бытовой химии, а уже более декоративной. Но я посчитала нужным не разделять это видео на две части. Потому что декоративных продуктов закончилось не так много. И все объединю в одном видео. Значит, закончился вот такой карандаш от Reluie. Это у нас Artistic Delvet Coyal Contour. Waterproof Long Lasting 8 часов. Ну, в общем. Это вот такой вот карандаш автоматически выкручивающийся. Великолепный. Просто великолепный карандаш для проработки слизистой. Ну, и в принципе для растушеванной стрелки, для смойки, как базу использовать тоже возможно. Если растушевывать его в тот момент, пока он еще не очень сильно застыл. Я влюблена. У меня был такой черный и коричневый. И я планирую их повторить. Потому что это замечательный карандаш. Сделан в Германии. Компания Reluie. Стоит бюджета абсолютно от 100 до 200 рублей. Точно не скажу, уже не помню. Рублей 120 где-то так. Потрясающая вещь. Просто потрясающая. Так что обратите свое внимание. Закончился мой любимый аромат от Dolce & Gabbana. Троечка La Imperatrice. Полноразмерная версия. Обожаю этот аромат. Хоть и многие девчонки под одним из моих видео устроили целые баталии по поводу этого аромата. Что каждая вторая девушка носит этот аромат на себе. Но, девчонки, я его люблю нежно. Я скучаю по нему. Знаете, буду повторять, скорее всего, не знаю. Вот это такая любовь, которая любовь-любовь. Если вы можете, конечно, мне порекомендовать аромат, который может затмить разум примерно так же, как и этот, то я открыта к новым ощущениям. И я бы хотела попробовать что-то другое. И если мне это что-то другое также понравится, то, может быть, я и не буду повторять этот аромат. Но пока это моя любовь, девчонки. Все, на этом все. Наши пустые баночки закончились. Я благодарю вас за ваше внимание. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. И до встречи в новых видео. Пока.